День города. В студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Только положительные отклики. В Рязани с служебной командировки вернулся сводный отряд полиции. Сила веры и воли. Сегодня Татьянин день. Чувствительные вопросы. Природоохранная прокуратура взялась за качество воды в регионе. Сегодня в Рязани торжественно встретили сводный отряд полиции, прибывший из служебной командировки на Северный Кавказ. В течение шести месяцев рязанские полицейские оказывали содействие своим местным коллегам в поддержании общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Равняйсь. Смирно. Равнение на середину. Товарищ генерал-майор, сводный отряд полиции УМВД России по Рязанской области прибыл со служебной командировки с территории Северокавказского региона. Сводный отряд полицейских лично встретил начальник регионального УМВД Владимир Аллай. Он поздравил парней с возвращением на родную землю. И поблагодарил за профессионализм, стойкость, высокую личную ответственность и качественное выполнение поставленных задач. И добавил, что по итогу командировки рязанцы получили только положительные отзывы. Особые слова благодарности Владимир Аллай адресовал родным и близким. Отличившихся полицейских наградят позже. Пока общение с родными и отпуск. А после они продолжат службу в своих подразделениях. Чудесную историю спасения лосихи из полыньи рассказал рязанский информационный портал про город. На кадрах, опубликованных в сети, видно, что молодая особь во время прогулки провалилась под лед. На счастье, рядом оказались егерь Леонид Перминов и его сын, которые рыбачили неподалеку. Как пишет издание, рязанцы 4 часа ломали и пилили лед, чтобы лосиха смогла выбраться. Спасаем лося. Пропиливаем дорогу. Продолбили. Идем с дедом выгонять лося из проруби. А ты подальше отойди и веревка ее. Пошла, 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 пошла. Все, я тебе дорогу пропилили. Пошла, 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 пошла туда. Два, да? Ну, один, значит, проскочил, потому что там-то следы были тоже. Пшла, шла, 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 давай, выходи, 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 родной. Выходи, 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 выходи. Вот так вот спасли лося. Все, вышла сама. Из такой вот проруби пробурили, прорубили, спасли коровушку. Мы же рассказывали, что год этот для водителей административно будет относительно спокойным. Обновления ПДД и КОАП будут минимальными. Тем не менее, инспекторы ГИБДД считают, что автомобилисты должны о них знать. Права можно пока не менять. Об этом рассказали сотрудники госавтоинспекции в передаче «Жизнь и дорога». Правило прошлого года продолжает действовать. Если срок водительского удостоверения истекает до 31 декабря 2025 года, их действие автоматически продлевается еще на 3 года. Новое водительское удостоверение он также может получить в обычном режиме, если пожелает. То есть пришел, воспользовался госуслугами и получил новое водительское удостоверение. Но все-таки есть такие исключения, когда водительское удостоверение нужно менять в любом случае. Это является изменением персональных данных водителя. Удостоверение пришло в негодность, и невозможно определить сведения из него. То есть фамилию прочитать или еще какие-то данные установочные. Сюда же, если удостоверение и вовсе поменялось. Новое понадобится и в том случае, если у водителя изменилось состояние здоровья и появились противопоказания. Другое же обновление в законе касается далеко не всех автомобилистов. Речь идет про специфический для дорог транспорт – квадроциклы и снегоходы. От 25 декабря 2023 года вступил в силу федеральный закон, который предусматривает возможность управления снегоходами и квадроциклами на основании водительских удостоверений категории А, В, С и Д и под категорией В1. То есть, имея обычное водительское удостоверение, водитель может использовать снегоход или квадроцикл, но при этом должны соблюдаться определенные условия. Таким условием будет являться наличие договора аренды, проката или иного возмездного договора, предусматривающего временную передачу гражданину самоходной машины в управление, а также проведение лицом, кто представляет соответствующий прокат, инструктажа. Причина такого изменения – попытка развития снегоходного туризма. Идею такую предложил губернатор Кемеровской области еще в 2022 году. Глава региона ссылался на статистику западных стран, где ежегодный доход от такой индустрии составляет порядка 25 миллиардов долларов. Идею поддержал президент. После МВД Минэкономики и Минсельхоз стали работать над поправками. А вот штрафы остались неизменными. Например, 500 рублей, если права забыл дома, и 30 тысяч, если человек лишен водительского удостоверения, но за руль сел. Сегодня в России отмечают Татьянин день. Православный праздник изначально был 12 января, но с изменением летоисчисления его перенесли почти на две недели. В этот день поздравляют всех носительниц этого имени и вспоминают христианскую мученицу Татьяну. Сила веры и воли великомученица Татьяна родилась в Риме в конце 2 века и всю свою жизнь посвятила Богу. Ее родители были тайными христианами в период расцвета язычества. Девочку с самого детства воспитывали в богобоязненности и благочестии. Татьяна не отреклась от веры, даже когда ее взяли в плен после отказа принести жертву Аполлону. Главное просвещение, которое существует в жизни, это просвещение светом истины Христовой. И главной ценностью, которой нужно стремиться, является Христос, которому стремилось сердце Татьяны и ради которого одна отдала свою земную жизнь. Аминь. Жизнь Татьяны Крещенской была наполнена чудесами. Так, когда ее хотели скормить льву, тот стал лизать ей ноги. Но язычники не отчаивались сломить веру девушки и попытались сжечь христианку. Огонь не тронул Татьяну и практически сразу же потух. В итоге ее было решено казнить. С тех пор православные вспоминают Татьяну и ее безусловную преданность Богу каждый год 25 января по новому стилю. ПЕСНЯ По приметам в этот день строго запрещается плакать, чтобы не навлечь на себя несчастье. Жадность и скупость в Татьяне день и вовсе могут принести большую беду. А еще, согласно поверьям, любая ссора в этот святой праздник обязательно закончится миром. Кристина Бочкарева, телекомпания «Город». Вопросы водоснабжения для Рязанской области одни из самых чувствительных. Жалобы на что-то некачественное из крана не такая уж большая редкость. Впрочем, большая часть сигналов сегодня на контроле природоохранной прокуратуры. Пронский, Шиловский – это только несколько районов, где адресно проверяли соблюдение законодательства в сфере водоснабжения. Инспектировали те предприятия, которые предоставляют профильные услуги. Итоги могут кого-то огорчить. В частности, было установлено, что предприятиями допускаются нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. Проекты зон санитарной охраны артезианских скважин, которые предусматривают порядок, режим использования артезианских скважин с целью недопущения загрязнения подземных водных объектов. Не разрабатываются санитарно-эпидемиологические экспертизы данных проектов, не проводятся. Соответственно, отсутствуют у ряда организаций проекты зон санитарной охраны, имеющие положительное заключение, санитарно-эпидемиологическое заключение. Зоны санитарной охраны источников и водопроводов питьевого назначения регулируются санпином. Три так называемых пояса по удаленности. Первый из которых также называют поясом строгого режима. Его назначение – защита мест водозабора от загрязнений, случайного или умышленного. Второй и третий – пояса ограничений. Это территории, предназначенные для предупреждения загрязнения источников. А вот перед созданием зоны санитарной охраны должны составлять специальный проект. Но некоторые поступили по принципу «и так сойдет». С целью устранения данных нарушений прокуратурой применены меры прокурорского реагирования. В отношении виновных должностных лиц применены меры административного воздействия по статье 6.3 Кодекса об административных правонарушениях. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры. Это, что называется, последнее китайское предупреждение. Если нарушения не устранят, то есть проект не разработают, тогда последует обращение в суд. Еще одна весьма приятная выставка открылась в холле художественного музея. Новогодние праздники остались позади, но поймать настроение все еще можно. Что же такое поздравительная фотооткрытка? Уже более века в международном сообществе фотографов существует традиция создавать их к Новому году. Есть у этого жанра и свое название – ПФ, полученное от первых букв итальянского «на счастье» или французского «чтобы поздравить». В России новогодние фотооткрытки сегодня называют ПФ-ками. И они являются полем для свободного творческого самовыражения автора. Единственное, чего должен придерживаться мастер – это подарочного формата работы. Обязательными атрибутами являются имя автора, а также символы ПФ, расположенные на поле изображения. Кроме того, художник может по желанию разместить на открытке новогоднее поздравление или любой уместный текст. У нас в этом прекрасном вестибюле, правда, холодно, но выставка, которая здесь заработала, дарит тепло. И мы приглашаем наших гостей и, конечно, жителей Рязани полюбоваться и получить массу положительных впечатлений, потому что выставка – это новогодние открытки, фотооткрытки. Фотографы всего мира создают новогодние открытки, фотооткрытки. И этой традиции уже более ста лет. Рязанский союз фотохудожников принимает в этом активное участие. Уже не первый раз выставка ПФ, так называют фотографы эти открытки, представлена в стенах Рязанского художественного музея, чему мы, конечно, очень рады. Формат фотооткрыток соответствующий – 10 на 15. Здесь на выставке вещи увеличены специально для зрителей. Волшебная атмосфера праздника и красоты продлится до февраля. Распишите увидеть. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова